приложились и сделали выстрел по моему надо было не не надо было использовать 50 фунтовый лук который прям взял и положил два щита и полная растяжка лук это конечно я сейчас это сделаю без гнезда ага добрый день уважаемые подписчики с вами компания был мастер мы продолжаем снимать обучающие ролики по технике стрельбы из лука и сегодня у нас будет традиционный лук естественно традиции это весьма и весьма скользкая тема потому что типы хвата тетивы исторические техники не исторические техники спортивные охотничьи адаптированы не адаптированы их гора их очень много и поэтому сегодня я расскажу вам о первичных навыках которые встречаются в большинстве техник которые вам помогут начать стрелять из традиции и изучать данный вид стрельбы из лука что есть традиция традиция это монгольский лук хантейский лук бурятский флут боу тейк доу разборный лонг боу модерн лонг боу историк лонг варбу с юми тот же самый соответственно на всех луках разные виды техники но есть соответственно к примеру охотничьи техники которые их объединяют случае если же это охотничьи техники скажем американская техника либо техника фрейда бьера да то соответственно там ведется определенная последовательность действий начинающие свое начало от ног заканчивая верхним плечевым поясом к примеру вы будете использовать американскую технику в ней все начинается с определенной последовательности действий начинающие от ног заканчивая верхним плечевым поясом также как дополнительный хват видео с постановкой ног и типах ее постановки вы можете посмотреть в ролике про классические луки и так если же вы используете американскую охотничью стойку либо же вы используете технику фреда бера то вам соответственно всегда нужно становится в открытую стойку когда вы начинаете работать с луком то есть вот вы его подняли взяли за тетиву вам нужно изменить положение своих плечей перенеся большую часть центра тяжести ближе на носки то есть грубо говоря 60 процентов веса вы переносите на носки 40 оставляете непосредственно на пятки далее тип хвата среднеземноморский один палец сверху два снизу единственное что тянете и прикладываетесь вы не под челюсть а к щеке так чтобы у вас средний палец коснулся уголка губы раз все после чего вы поднимаете лук лук должен быть слегка под наклоном если лук наклонен то будет горизонтальный разброс подняли растянули приложились и сделали выстрел и так второй способ он уже более менее годен для прицеливания все практически то же самое тот же наклон лука та же постановка единственное что вы беретесь тремя пальцами под стрелу и тянете растягиваете к скуле так чтобы у вас кончик уже указательного пальца дошел до уголка губы если вы используете луки класса хорсбоу либо монгольские луки хантийские маленькие луки скоростные то данные типы хвата вам уже не подходит либо вы используете двух пальцевый захват то есть средний земноморский хват один палец сверху один снизу либо же вы используете щипковый хват кольцом то есть вы беретесь большим пальцем за тетиву здесь у вас находится кольцо указательный и средний палец вы накладываете на большой палец в момент выстрела вы убираете указательный палец вперед тем самым физикой лука сделает все сама раз и выстрел произошел место прикладки находится либо под ухом либо в уголке челюсти в зависимости от стрелка итак сегодня вкратце я вам немножечко рассказал о традиции потому что тема очень обширная и развивать ее нужно медленно и постепенно с вами был Валяев Иван подписывайтесь на наш канал на ютубе группы в соц сетях и до скорого итак итак и 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